девочки всем привет всем хорошего настроения добро пожаловать на мой канал сегодня я хочу ответить на вопросы тега как вы поняли из названия так понравился автор кстати алина канал алина вяжет ссылочка и вопросы будут в описании под видео я решила ответить на эти вопросы достаточно интересненько хотя возможно где-то уже и мелькали эти ответы но не все же и смотрят так что поболтаем берите вязание наливайте чьюки погнали первый вопрос вяжите ли вы без предварительных расчетов или они обязательны ну вот тут у меня смотрите если я снимаю мастер-класс то по-любому я вижу делаю расчеты для того чтобы показать но не во всех изделиях бывает что и мастер-класс не снимают расчеты делаю есть его допустим вижу для кого-то для папы для мужа для детей но вот к примеру взять вот это вот изделие это я вижу извиты бриллианта что распустила платье вообще ничего не считала петли вообще набрала наугад то есть просто взяла и стала вязать потому что для себя но если я допустим делаю мастер-класс то тут у меня вообще все расчеты все обязательно в общем это у меня делается обязательно так у меня вот тухнет что-то планшет вот ну а если для себя могу ничего не считать не образец вязать ничего могу не делать если для себя вопрос 2 всегда вяжите образец перед тем как вязать изделие ну вот я уже и ответила да если для себя то образец не вижу для мастер-классов или для кого-то обязательно образец вижу стираю в то то есть да и пропариваю утюжком или отпаривателем это обязательно так вопрос 3 является ли крючок вашим вязальным нет да я не вижу крючком хотя не скажу что прям вообще это мое вязальное нет крючком где-то я прячу кончики где-то может какую-то обвязку сделать но если очень нужно будет я и свяжу какое-то изделие крючком потому что я умею вязать крючком но вообще мой фаворит это спицы крючок не особо я почему-то люблю будете ли вязать изделие в несколько нитей конечно буду вот сейчас вижу в две нитки ну вязала и вижу и почему нет буду вязать вопрос 5 является ли бобинная пряжа вязальным нет так не во первых не является вязальным нет это сейчас на этот момент просто потому что из бобинной пряжи девчонки я еще никогда не вязала очень хочу попробовать и думаю что обязательно когда-нибудь что-нибудь свяжу из этой из бобинной пряжи и вот там как раз таки нужно будет вязать в несколько нитей у бобинной пряжи обычно идет большой метраж не у всей конечно да но в основном там вот и и та бобинная пряжа у которой там тысяча полторы тысячи метров на килограмм идет это очень тонкая пряжа там вообще нужно вязать в несколько нитей хочу попробовать очень хочу и когда-нибудь обязательно попробую и уже потом вам расскажу свое мнение про эту пряжу вот вопрос шестой является ли вязание вещей в стиле оверсайз вязальным нет нет девчонки не является в оверсайз не нравится в общем у меня и сейчас вяжется джим пирог оверсайз из пряжи alize cotton gold плюс снимается мастер-класс не такой хороший оверсайз у меня будет скоро вы уже совсем увидите если все нормально то воскресенье уже начну выпускать мастер-класс первая часть выйдет вот поэтому нет и в принципе оверсайз сейчас вообще в наше время достаточно в тренде да многие носят и не нужно заморачиваться уже тут тебе что все по размерам было поэтому нет конечно я за оверсайз идем дальше вопрос седьмой ой вопрос да вопрос седьмой акрил это для вас вязальное нет так ну вот сейчас акрил акрилу разница если допустим акрил детская новинка то конечно нет потому что это невозможно да он страшно скрипит какое-то время у меня тут было я пробовала этим акрилом вязать в общем вообще ни о чем он скрипит он какой-то ну дубовый что ли хотя может номер спиц как-то подгадать но мне очень не нравится он даже в матке моточек так щупаешь он очень сильно скрипит поэтому вот детская новинка точно нет потом ну вот взять alize baby best там практически один акрил 90 процентов акрила но 10 процентов идет бамбука и пряжа прямо мягкая очень меня есть джемпер из этой пряжи я недавно показывала своих видео в своем видео где испытание временем и стирку проходит ну там же в общем практически один акрил у меня и машинную стирку проходит и таскаю его на работу постоянно этот джемпер то есть вот зашел меня он потом есть акрил из пряжа олимпия по моему олимпия спарта вот уже точно не помню у меня из этой пряжи был связан бактус и для он даже не скажу что он какой-то твердый не там вообще стопроцентный акрил но вот я его отпарила когда я бактус связала он такой был у меня маленький вот маленького даже размера я просто отпарила через марлю утюгом он растянулся хорошо но и пластичные и вот не знаю мне отзывы плохого я не могу дать за этот акрил поэтому акрил акрилу разницы всякие бывают поэтому совсем нет точно что совсем я от акрила могу отказаться нет вопрос восьмой вязаные приколы являются вязальным нет да приколы вязаные я точно делать изготавливать сама не буду в интернете можно насмотреться на эти вязаные приколы только какой смысл терять время свое вязать какие-то штучки думаю многие девочки видели до в интернете какой только фигни не навяжут в особенности крючком вот эти приколы действительно приколы и я не знаю не буду озвучивать и тут сначала прежде чем снимать видео думала вставить вам тут какие-то фотографии из этих приколов но решила что все-таки лучше не надо визуальным приколы это точно нет мне кажется это даже не приколами смешно нисколько но кто чем на полу поэтому мое мнение такое точно нет смешные вязаные аксессуары будут ли вязальным нет для вас да это тоже будет вязальным нет я не понимаю этого смешные вязаные аксессуары ну что ну какой смысл таково смешить себя людей для меня это точно нет тот же самый вопрос одно и то же можно сказать вопрос десятый является ли вязание на заказ за спасибо вашим вязальным нет ну за спасибо я вязать точно не буду то есть в любом случае это очень много времени занимает во первых во вторых же и нужно чтоб человеку понравился чтобы человеку понравилось нужно мне чтобы какой-то стимул был зачем я это делаю этому человеку да свое время трачу вижу и в общем за спасибо я точно вязать никому не буду хотя может и не обязательно же что какую-то определенную сумму денег брать нет вот с какой-то целью вот для себя я могу допустим взять на заказ какое-то изделие если мне вот прям хочется его связать вот у меня кто-то попросит если у меня есть возможность еще снять на этой изделии мастер-класс то ради бога я свяжу я просто могу и ничего за это не взять несколько денег но в то же время я и свою цель до вижу я хочу отснять мастер-класс и у меня будет контент на канале поэтому а просто так вязать взять и связать то конечно нет может я такая испорчена девчонки напишите как бы вы к этому отнеслись к вязанию на заказ за спасибо думаю никто за спасибо ничего делать не будет в наше время в особенности хотя у многих даже вот в моем окружении есть такое понятие да что чё тут не связать да как бы свое время может когда-то было что не ценил себя ручной труд совсем и считают что что свяжет чё там делов то да многие многие же этого не понимаю даже вот моем окружении бывает увидели на меня какую-то кофточку связано ось вяжи мне тоже кофточку классно вяжешь а то что на эту кофточку времени куча убьет люди этого не понимают и считаю что я должна вот им забацать вот эту кофточку за спасибо нет это точно не про меня поэтому конечно нет вопрос одиннадцатый будете ли вы вязать трендовые вещи только потому что это тренд конечно же нет потому что посмотреть на трендовые вещи порой господи боже мой страшилище такие да вот ну девчонки согласитесь многим же не нравятся трендовые вещи такое изделие что трэш просто связать чтобы показать что ты это изделие связала а потом она будет просто так валяться никому не нужен какой смысл да я в этом смысла никакого не вижу поэтому конечно вязать просто потому что это тренд я точно не буду где-то даже был какой-то у меня комментарий когда-то мне попросили не комментарий мне даже писали в личку по моему вконтакте фотки скидывали и вот типа тоже что-то из тренда это примерно год назад наверно было там вообще страшное изделие конечно если найду я это сообщение возможно даже фотку вставлю но вряд ли конечно там очень много долго ползать уже ну просто девчонки вот и пишет девушка давайте свяжем вот такое изделие можно ли вас попросить отснять мастер-класс корректной форме конечно написали но я написала извините мне просто не для кого такое изделие вязать а если мне его связать не для кого какой смысл да мне нужно чтобы если я вижу чтобы это изделие носилось они просто что потом не его выкинуть или не знаю просто я понимаю что это никто носить не будет где-то может да на подиумах прошвырнуться в этом изделие может еще куда не шло но в повседневной жизни точно нет поэтому конечно я вязать если просто потому что этот тренд не буду является ли для вас вязальными нет вязаная обувь не носки я не скажу девчонки что совсем визуально является визуальным нет в основном ну так же в интернете посмотришь вяжут тапочки и сапожки даже бывают вяжут это очень красиво вяжут крючком я точно такое сама вязать не буду но честно для себя бы вот чтоб носить в повседневной жизни дома те же какие-то тапки как ботиночки даже некоторые девочки вяжут для себя бы я бы такое бы приобрела и поносила бы почему нет в особенности летом сухую погоду из натуральной какой-то до пряжи из натурального из натурального состава чтобы ноги не прели вообще бы классно было возможно когда-то и приобрету у кого-нибудь из рукодельниц себе такую обувь совсем вязальным нет это для меня не является но сама я это точно вязать не буду даже пробовать честно говоря не хочу поэтому вот так вопрос 13 извязывание остатков пряжи является ли для вас вязальным нет нет не является я за извязывание остатков пряжи я не хочу также у себя горы пряжи да просто для того чтобы она лежала ну по крайней мере сейчас я уже когда-то об этом говорила может просто потому что у меня нет большого шкафа специально под пряжу вот горы пряжи я не хочу я за то чтобы вот прям вывязать чтобы у меня все до тла было вырезано вот именно поэтому я наверное люблю реглан сверху потому что можно вырезать всю пряжу да чтоб ничего не у тебя не осталось ну какой-то кончик на метр-полтора остался это уже не остаток потом можно выкинуть или оставить там для как для дополнительной нити куда-то что-то переснимать поэтому я за извязывание остатков пряжи и куда-то и даже применять свое время я также остатки пряжи связывала просто в какие-то дорожки да на пол бросить там ноги обтереть обувь ну чтобы совсем вот этих остаточков не осталось и кстати у меня сейчас где-то вот целый пакет наверное лежит вот с такими малюсенькими остаточками выкидывать конечно совсем не выкидывают такие ниточки мне пригодятся допустим тот же реглан вижу на рукавчики переодеть на ниточку да то есть это пригодится она все в дело все равно уходит поэтому я за вывязывание остатков пряжи так вопрос 14 вязание крупных изделий на тонких спицах вязание нет нет это не вязание нет сейчас мы скоро с вами начнем вязать джемпер мужской регланом погон реглан погон сверху будет он вязаться скорее всего на спицах три или три с половиной я еще пока не решила будет образцы вернее пока еще не отвязала поэтому точно сказать не могу бы отвяжу два образца один на тройке другой на три с половиной и там уже порешаю потому что пряжа тонкая 400 метров метраж и конечно тонкие спицы соответственно это будет достаточно трудоемкий процесс до долго буду вязать но я не говорю что это прямо для меня нет конечно же да также платье лапша я которая вязала вот из виты бриллиант вот из этой пряжи да и он у меня тоже вязался на спицах три с половиной правда в две нитки но тоже очень долго я его вязала это было платье ниже колена тоже реглан сверху и мой рост метр восемьдесят поэтому представляете изделие достаточно огромное было поэтому для меня это вязание нет не является ну и конечно у меня еще там одна пряжа прикуплена скорее всего что тоже будет на спицах тонких вязаться либо три либо три с половиной показывала я недавно совсем девчонки эти ссылочки буду оставлять вот здесь сверху в подсказках посмотрите там покажу и вот где я показывала пряжу покупку свою и кто еще не видел посмотрите и вот где испытанием временем там по поводу акрила когда там тоже подробненько все рассказал вот поэтому на тонкий спицах конечно я вижу и буду вязать потому что и вещи тоже неплохие появляется конечно на толстых спицах вязать намного быстрее да не так долго ты вяжешь но если нужен какой-то вот тот тот же мужской джемпер а сейчас буду вязать мне нужно что-то типа водолазки чтоб не очень было толстым поэтому конечно я буду вязать на тонких спицах ну или можно связать на толстых но получится решеток для такой водолазки это не идет вопрос пятнадцатый вязание украшение является для вас вязальным нет украшение это вот что-то типа как гусики вяжут вот это бывает на крючке да это для меня вязальное нет точно я такого вязать не буду вообще я больше как уже много раз говорила я больше по плечевым изделиям для меня это больше чем вот эту мелочь вязать я не очень люблю и тем более украшение вопрос 16 является ли вязальным нет вязание из дорогой пряжи нет не является я потому что мечтаю повязать из какой-то дорогой люксовой пряжи я хочу повязать из пуха норки из кашемира да я я еще из такой пряжи девчонки никогда не вязала обычно вот у турция в основном до вязала а из такой люксовой какой-то пряжи не вязала ну обязательно повяжу все впереди и это точно я думаю не будет вязание нет я даже я хоть еще и не пробовала я уверена что для меня это вязание нет не будет и наступит период когда я буду вязать только из дорогой пряжи но хотя от ализе ланы год я наверно никогда не откажусь поэтому вязание из дорогой пряжи точно не вязальные нет вопрос 17 ваше личное вязание нет что вы никогда не будете вязать вот как я уже и сказала украшения точно я никогда не буду вязать обувь я точно никогда не буду вязать когда-то я говорила что я никогда не буду вязать нижнее белье но в инстаграме тут насмотрелась вяжут девочки и купальники все и неплохо смотрится спицами вяжут поэтому сейчас я по этому поводу сказать ничего не могу возможно даже когда-то и сама за это возьмусь поэтому не это да вот поэтому и говорю что когда-то я говорила что отказывалась от вязания нижнего белья сейчас уже мне не поменялось и кстати вот пересмотреть все мои какие-то теги где то есть похожие вопросы допустим год назад я на один вопрос отвечала так сейчас я на этот же самый вопрос отвечаю совсем по другому чем наверно время проходит и больше развиваешься и мнение уже более меняется до моего поэтому вот так передайте тег эстафету трём другим рукодельницам вот сейчас я передам я правда не знаю отвечали ли девочки на этот тег не проверяла но передам нина ножного передам танюха нит передам и господи как же третий канал называется девчонки забыла короче тем кому я передала эстафету я оставлю в описании под видео их ники девчонки просто забыла как третий канал называется нормально так ладно девочки у меня на этом все если вам понравилось ставьте лайк пишите комментарии что вы вообще думаете про вот все вот эти вязальные нет расскажите про свои вязальные нет мне будет очень интересно почитать ну и всем огромное спасибо за просмотр всем пока пока